Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков из третьего сезона, где мы сейчас говорим об истории донормандской Англии. Прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что у меня есть сообщество на потом, где вы можете поддержать мою работу, если вам это нравится, с символическим взносом от одного доллара в месяц. Больших бенефитов членство там не дает, это разве что ранний доступ к выпускам, но в дальнейшем может быть еще какие-то формы общения и коммуникации. Но в любом случае, мне хотелось бы построить это сообщество Patreon.com, косая черта, VAL-KHO-KHLOV. Присоединяйтесь, ну а также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Теперь, собственно, о этом выпуске. В прошлый раз мы говорили, что был век егемонии Мерсии в 8 веке, а с начала 9 века начинается усиление королевства Весекс. И вот мы дошли до середины 9 века, чуть даже позже, чем середина 9 века. Но вообще вторая половина этого столетия и следующее 90-е столетие в Европе, это, в общем-то, период масштабных набегов викингов. Они разряют Ирландию, они нападают на северо-запад Галлии, мы об этом говорили, это Арт-Питания, Нормандия, Лотарингия. Значит, они создают свои государственные образования, собственно, вот герцогство Нормандия, они создадут это и в Англии. И, конечно же, для нас всех известна история Киевской Руси, которая была образованием, в общем-то, считают историки викингского, варяжского происхождения. Значит, если в Ирландии Стэнтон основной угрозой называют норвежских викингов, которые огибали Британию с севера, то на Англию нападают даны, то есть то племя викингов, которая жила на территории нынешней Дании, изначально восточной ее части, но затем они распространились и на запад и, скорее всего, вот эти вот набеги на Англию они совершали со стороны Ютландии. Значит, и причиной того, что викинги так распространились по морям Северной Европы, Стэнтон считает тот факт, что франки покорили фризов, которые до того были сильны в Северном море. А сами франки флота не имели особо, и вот это сделало викингов хозяевами освободившегося Северного моря. Значит, далее. В 854 году король Данов Хорик потерпел поражение в битве со своим племянником Гутрумом, и в результате чего была истреблена практически вся королевская семья. Королевство Данов дезинтегрировалось и распалось на множество локальных дружин, которые вот и направились активно грабить Европу. Первые рейды Данов на Англию известны еще в 835 году, когда они напали на Шеппи, на Северикента. В 841 году были совершены набеги на Линкси, восточную Англию, а также на Кент. В 842 году на Саутхэнтон, это юг острова. В 850-854 годах данные располагаются на территории Англии на зимовку. Но тем не менее мы знаем, что в 845-851 годах против нападавших викингов успешно действует король Этельвульф и его старший сын Этельстан. Но вероятно после 854 года масштаб набегов становится совершенно иным. И уже к 865 году данные под предводительством Ивара и Хальфдана закрепились в восточной Англии. И поэтому уже дальнейшие рейды привязаны не к морю, они получают лошадей, они совершают сутхопутные походы. Осенью 866 года данные из восточной Англии выдвигаются на север. 1 ноября захватывают Йорк и воспользовавшись тем, что Нортумбрия была погружена в междоусобную войну между королем Осбортом и неким Эллой, они фактически становятся такой третьей силой и доминирующей силой. Очень, кстати говоря, похоже на нормандское завоевание Юга Италии, о котором мы говорили в первом сезоне. Перед лицом этого нового страшного врага и Осборд, и Элла объединяются. В марте 867 года они попытались отбить Йорк, но успеха не достигли. Они оба и шесть олдерманов погибли в битве. И, соответственно, викинги стали безраздельно уже господствовать в Нортумбрии. Они сажают на ее трон Экборта, но он был марионеткой норманов. Сами же викинги расположились на зимовку в Ноттингаме. В 868 году король Мерси Бургред, который был женат на дочери короля Уэссекса Этельвульфа, направился воевать с ними. Его сопровождали братья жены Этельред, король Уэссекса, и Альфред. Но сражение не состоялось. Англосаксы замирились с данными. Викинги вернулись в Йорк, а в следующем году в Восточную Англию, где разбили армию короля Эдмонда, а его самого убили. Так что мы видим, что Восточная Англия, они сосуществовали с англами, но вот, видимо, с 867-88 года уже доминируют полностью. В конце осени или в начале зимы 870 года данные выступают опять из Восточной Англии и направляются против Уэссекса. Этельред разбит при Ридинге. Затем король, выигрывая сражение у Эштона, а затем вновь терпит поражение при Бессинге и у Мератона. После чего в апреле 871 года король Этельред умирает. И на трон Уэссекса вступает последний, младший сын короля Этельбульфа, Альфред, который войдет в историю как Альфред Великим. Судя по монетам 871-872 года, в этот период Лондон уже находится под контролем данных, так же, как и Восточная Англия и Кент. Однако в 872 году в Нортумбрии вспихивает восстание. Экберта, который правил там как марионетка викингов, изгоняют. И на несколько лет англы выходят из подчинения норманам. Даны не пытаются вернуть себе далекую и бедную Нортумбрию. Но в 873 году они успешно берут под контроль Мерсию. Используется та же схема. Даны идут войной на короля Бурграда. Вероятно, разбивают его войско. Ну, по крайней мере, сам король бежит из Англии и удаляются в изгнание аж в Рим. А викинги сажают на престол свою марионетку Кеолвуйфа. Через три года данный делят королевство на две части. Королевство Мерсии. Значит, половину ее, восточную половину, берут в свою непосредственную собственность. А вот во второй половине, на западе, оставляют править Кеолвуйфа II. Здесь я говорю, что я использую как синонимы в данном случае термины викинги, норманны и данны. Ну, потому что норманны и викинги это одно и то же. А в Англии из викингов на этот момент только данны были. Вот в 875-876 году войско даннов, до того действовавшее как единая боевая сила, разделяется на две части. Одна из них под предводительством Хальфдана идет на север, где восстанавливают контроль над Нортумбрией. Ну, по крайней мере, на территории нынешнего Йоркша. То есть, вот южная часть ее. А вторая же часть войска даннов, вождем которых был Гутрум, это, вероятно, младший брат Ивара и Хальфдана. Вот эта вот вторая часть под предводительством Гутрума торгается в Уэссекс. Но ее сил не хватает для того, чтобы разбить армию Альфреда. И они вступают с королем в соглашение. Он им платит дань, а они клянутся не нападать на Уэссекс. И вот в 877 году они остаются в своей половине Мерси. Но неожиданно, в 878 году викинги Гутрума совершают нападение на Уэссекс. Вот воспользовавшись внезапностью этого нападения, они захватывают большую часть королевства. И на Пасху король Альфред бежит на остров Ательни в Сомерсете. Вот это самый драматический момент в истории англосексовской Англии. Ее судьба висит реально на волоске. Король где-то вот на этом маленьком острове, на этой базе в Ательни. Все остальное захвачено викингами. И на этом все может закончиться. Но Альфред потому и великий, вошел в историю как великий, что он переломил вот этот трагический ход событий для Англии. И смог как бы собраться, смог собраться с силами, на этой базе закрепиться, собирать людей из окрестных графств, из Сомерсета, Уилтшера и Хемшера. И в первой половине мая он дает викингам сражение при Эдингтоне, где громит армию Гутрума. По результатам сражения Альфред и Гутрум заключили перемирие. И на следующих условиях. Гутрум крестился, получил христианское имя Этельстан. А его войско покинуло Уэссекс. И Даны сначала удалились в свою половину Мерсии, а затем повторно захватывают Восточную Англию, где Гутрум провозглашает себя королем. Итак, на 880 год между Данами и Англосаксами установилось определенное разделение владений в Британии. Уэссекс сохранил всю свою территорию. Часть Мерсии и Нортумбрии была захвачена Данами, а оставшиеся части управлялись их ставленниками. Вся Восточная Англия была оккупирована Данами, и там было уже их королевство. Король Гутрум себя вел в своих владениях Восточной Англии толерантно по отношению к англосаксам. Мы знаем, что Вира за убийство вольноотпущенника Данов или же свободного англосакса, который арендовал землю, то есть это прообраз будущих крепостных крестьян. В размере, эта Вира в размере 200 шиллингов, а я напомню, что шиллинг это то же самое, что солид, эта Вира равнялась Вире за свободного человека в Уэссексе. То есть свободный Дан, свободный англосакс. В Восточной Англии и свободный англосакс в Уэссексе имели ту же Виру, то есть котировались одинаково. И это, кстати говоря, те же 200 солидов мы встречаем в солической и безгодской правды. То есть это Вира за свободного человека. Значит, за свободного Дана и за англосакса, который обрабатывал собственную землю, то есть это несколько уже более высокий ранг людей. Вира была 8 полумарок чистого золота. И неизвестно, сколько это в шиллингах, но это явно гораздо больше, чем 200. Это примерно равнялось Вире за убийство благородного человека в Уэссексе. Значит, около 878 года из Дании прибыли еще рейдеры, которые вошли в Усть-Ятемзе, и затем они грабли к стерео Нидерланды. В 884 году они вернулись в Англию, попытались напасть на Кент, впрочем неудачно. В ответ король Альфред решил подвинуть границу своих земель на северо-восток. И в 886 году он захватывает Лондон, который до того, с 872 года, был под властью викингов. Кстати говоря, ранее мы не часто встречали упоминания Лондона в предыдущих выпусках в контексте англосаксонской истории. Да и он не был столицей на самом деле ни одного из королевств Гептархии. Но после взятия его в 886 году Альфред приобрел огромный авторитет в англосаксонском мире. И фактически вот в этот период как раз разрозненные англые и саксы стали воспринимать себя как единую нацию. А Альфреда как своего лидера. Однако не следует забывать, что со времен короля Этельбальда Лондон находился под властью Мерсии. И Альфред не присоединил его к Уэссексу. Король Мерсии Келвульф II, который в тому времени правил, ну в лучшем случае, половину из своего королевства на западе. И это не та половина, в которой был Лондон. А возможно он уже совсем сходит с исторической сцены. Но как бы он не рассматривается как реальный правитель Мерсии. И вот Альфред отдает бразды правления Мерсии уже не королю, но полдерману Этельреду. И в 889 году этот вот Этельред женится на старшей дочери короля, которую звали Этельфлет. А вошла она в историю как леди мерсийцев. Это очень такая знаменитая дама в англосаксонской истории. Альфред провел ряд важных военных реформ, которые в дальнейшем позволили ему успешно отражать натиск новых дамов, которые прибыли к берегам Англии в 892 году. Ну а во-первых, до того военной силой англосаксов было народное ополчение, или же милиция, как бы мы ее назвали. Но слабостью такой территориальной организации войска было то, что оно неохотно воевало далеко от своей округи, ну так как огорялась оборона собственных семей. Альфред разделил все ополчение на две части. Одна постоянно находилась на своей семье, как бы несла гарнизонную службу, а вторая составляла мобильное королевское войско, которое шло с ним в поход. Во-вторых, Альфред начал строить укрепленные крепости, в основном на базе старых римских укрепленных городов. И таким образом, его целью было создать сеть национальной обороны на юге страны. Проект был масштабный и завершился он в правлении его сына, Эдуарда Старшего. В 892 году к берегам Англии прибыло две компании Данов. Одна имела где-то 250 кораблей, вторая где-то 80 кораблей. И в течение последующих нескольких лет в Англии шла позиционная борьба. Так, король Альфред был тяжело ранен, но его сын Эдуард и полдермен Мерси Этельред успешно захватили лагерь Данов в Эссексе. В то время, как основное войско викингов грабило Мерсию. Ну и вот эти данные, они избегая стычек с основными силами, под кружным путем они пошли на север, до Честера. И вернулись, видимо, обогнув Мерсию с севера, по югу Нортумбрии. Англосаксы вступили в союз с бритами из Уэльса. А викинги вот из этой новой армии со своими собратьями из Восточной Англии и Нортумбрии. И вот такая позиционная борьба продолжалась до 896 года, когда вот эти новоприбывшие Даны снялись со своего лагеря и уплыли. Король Альфред Великий был прозван, получил вот это имя, прозвище Великий, за то, что он отстоял независимость Англии. И способствовал созданию единой англосаксонской нации. Он умер 26 октября 899 года. Трон Уэссекса, а фактически всего единого уже англосаксонского королевства, отошел его сыну Эдуарду по прозвищу Старший. Ну, чтобы не путать с другими Эдуардами. Стентон много внимания уделяет личности Альфреда Великого. Король был грамотен, хотя он выучил латынь уже в зрелом возрасте, где-то между 1887 и 1892 годами. Он переводил с нее, с латыни на английский целый ряд трудов, таких как Кура Пасторалис, Папы Григория Великого, историю античности Орозия, церковную историю Беды Достопочтенного и труд Деконсолатионе Философие Боэцея. Не знаю, как ее правильно произнести, но на латыни он так пишется, на его название. Также еще и труды святого Августина, то есть довольно значительный корпус текстов. Переводил король. Вот король Альфред Великий. В обширных предисловиях к этим трудам король писал свои собственные мысли. Кроме того, он кодифицировал законы своих предшественников, короля Уэссекса Ине, короля Мерсии Оффе и короля Кента Эдельберта. И хотя Альфред не оставил много собственных законов, но вот ряд актов, которые остались, защищали слабых и ограничивали кровную месть. Но тем не менее, даже такая скромная законодательная деятельность Альфреда является замечательной. Если учесть, что в королевстве франков на рубеже 9-10 веков мы видели, как короли перестают издавать капитулярии. И на несколько веков публичное право практически исчезает. Теперь вернемся к сыну Альфреда Великого, Эдуарду Старшему, который наследовал трон в 899 году. Он встретил сопротивление своего кузена Этельвольда, сына короля Этельреда. То есть старшего брата Альфреда Великого. Интересно, что ранее мы видели, как брат наследовал брату, а затем сыновья старшего брата могли занять трон прежде сыновей младшего брата. Это то же самое, как было на Руси. Это, видимо, такая более древняя система наследования. Но вот Эдуард занял трон прежде, чем сын старшего брата своего отца. И тем самым эту традицию сломал. Этельвольд не получил поддержки своих прав в Уэссексе и бежал к Данам в Восточную Англию. Там правил король Эохрик, преемник Гутрума. Он пошел на Эдуарда войной, но в сражении при Хольме в 1902 году и Эохрик, и Этельвольд погибли. В конце правления Альфреда Великого, в первые годы правления Эдуарда Старшего, англосаксы смогли существенно расширить границы своих владений. И они взяли под контроль большую часть Мерсии, большую часть Эссекса, весь Кент и даже запад Нортумбрии. Возможно, этому способствовали их действия в ходе войны 1892-1896 года, а также активность Олтермена Мерсии Этельреда. Но вероятно, что и король Эдуард получил часть земель мирным путем. Просто он выкупил их у Данна. По крайней мере, ссылки на это есть в харте его преемника, короля Ательстана от 1926 года. Так что к 1909 году викинги контролировали лишь Восточную Англию и прибрежные районы Мерсии и Нортумбрии. В 1909 году началась большая война между Даннами и англосаксами. Эдуард напал на Нортумбрию. На следующий год Даны в отместку совершили рейд на земле Мерсии и дошли аж до Бристоля. Но затем, когда они уже возвращались, то войско короля Эдуарда нагнало их у Теттенхола и наголо разбило. И в сражении погибли три короля Данов из Нортумбрии. Это была одна из наиболее важных побед англосаксов над викингами. После нее Даны на севере крайне ослабели. И в 1919 году другие викинги, скорее всего норвежские уже, прибыли из Ирландии, покорили север и образовали свое королевство со столицей в Йорке. В 911 году умирает Олдермен Мерсии Этельред. Хотя он не имел титула короля, но его роль и влияние мало чем отличались от королевского. Он был женат на дочери Альфреда Великого Этельфлетт, вот этой леди-мерсийцев. После смерти мужа она стала управлять Мерсией, разумеется, под верховной властью своего брата, короля Эдуарда. Ну, правда, король отобрал у нее из ее владений, вывел Лондон и Оксфорд, которые для того принадлежали Мерсии. И вот эти земли он присоединил напрямую к Уэссексу. Но вот в оставшейся части Мерсии Этельфлетт имела значительную автономию. Между 911 и 1918 годами, благодаря ее энергичной деятельности, были укреплены почти все крупные города Мерсии. Это Вустер, Глостер, Честер, Херфорд, Тамборд, Стаффорд. В 1917 году Эдуард при активном участии своей сестры Этельфлетт начинает крупную кампанию против Данов. Они сконцентрировали свои силы, вот свой удар направили на север, сумели отразить боковой удар армии Данов из Восточной Англии. И в июле Этельфлетт взяла город Дерби. На востоке удар Данов был отбит, англосаксы сами перешли в контрнаступление, взяли Колчестер и Даны сдались у Кембриджа. К январю 1918 года к югу от Хамбара осталось лишь 4 разрозненных армии Данов в Лестере, Стэнфорде, Ноттингеме и Линкольне. В первой половине года Лестер сдался Этельфлетт без боя. Быть может она могла бы покорить и весь юг Ноттумбрии, но в июне 1918 года Леди Мерсийцев умерла. Король Эдуард, опасаясь, что знать Мерсии выберет себе нового правителя, захватил столицу этого бывшего королевства Тамвар и вывез в Уэссекс дочь Этельреда и Этельфлетт, которую звали Эльфвин. К 1919 году автономия Мерсии была полностью ликвидирована. В принципе, на севере Даны еще контролировали Стэнфорд, Ноттингем и Линкольн. Но в 1919 году Йорк был захвачен норвежцами. В результате Стэнфорд и Ноттингем сдались Эдуарду, а Линкольн, судя по всему, перешел под власть норвежцев. Эти норвежцы прибыли в Англию из Ирландии под предводительством некого Регнальда. А вот его кузен Ситрик в 1920 году из Дублина переправился через Ирландское море и напал на северо-запад Мерсии. Когда в следующем, в 1921 году, Регнальд умер, то Ситрик занял его простол в Йорке. Скорее всего, король Эдуард смирился с тем, что на севере, которое он и так не контролировал, власть перешла от Данов к норвежцам. И сконцентрировался на укреплении своей власти над землями к югу от Хамбара. К тому же, люди Мерсии были недовольны лишением их автономии и бунтовали. Король Эдуард Старши умер 17 июля 1924 года. Ему наследовал его сын Этельстан. Он довольно быстро договорился с королем Йорка Ситриком, даже выдал за него замуж свою сестру. Но в 1927 году Ситрик умер. И трон перешел его сыну от предыдущей жены Олафу. Этельстан напал на земли Йорка, Олаф и пришедший ему на подмогу король Гудфрид, который был в Ирландии. Ну, в части Ирландии, он правил. Вот этот Гудфрид, это тоже брат Ситрика. И, соответственно, дядя этого Олафа. Вот они были разбиты и изгнаны из страны. И Этельстан в 1927 году утвердился как самый сильный владыка также и на севере Британии. Его верховенство признали даже короли Шепландии из Стратклайда. В следующие четыре года Этельстан добился аналогичного признания от большинства королей Бритов, которые правили в Пуэльсе. Около 930 года Этельстан воевал с остатками королевства Бритов в Девоне и Корне. Олево это самый юго-запад Британии. Хотя еще за 200 лет до него вроде бы королеву Эссекса завоевывали юго-запад. Но, судя по вот этим сведениям, они не до конца его завоевали. Независимое королевство Бритов там сохранились. Но вот итогом кампании Этельстана было то, что границы между англосаксами и Бритами стало проходить по реке Тамар. То есть у Бритов остался лишь Корнувал. Весь Девон захватил Этельстан. К 934 году Этельстан ходил воевать с королем Шотландии. Вот такая воинственная политика вызвала консолидацию его противников. И к 937 году сформировалась коалиция, в которой входили короли Шотландии, Стратклайда и Дублина. И эта коалиция была против Этельстана. В Дублине к тому времени король Гудфрид умер и стал править его сын Олаф. То есть вот этот Олаф Гудфридсон, а не путать его с Олафом, который был сыном короля Ситрика, Олаф Ситриксон. Они оба действующие лица еще. В 937 году объединенная армия этих королей пошла на Этельстана, но была им разбита. И победа в значительной степени способствовала тому, что завершилась консолидация англов Мерсии и саксов Уэссекса в единую англосаксонскую нацию. То есть это вот такой процесс, который начался при Альфреде Великом, продолжался при Эдуарде Старшем и завершился при Этельстане. На рубеже 9-10 веков активизируются династические связи между Англией и континентом. Если ранее браки между англосаксами и франками были эпизодическими, то со времен Альфреда Великого они становятся более распространенными. Дочь Альфреда вышла замуж за графа Фландрии Балдуина II. Король западных франков Карл III простоватый был женат на дочери Эдуарда Старшего. Когда в 922 году часть франкской знати избрала королем в противовес Карлу сначала графа Парижа Роберта, а после его гибели в сражении герцога Бургундии Рудольфа или же Рауля, то Карл простоватый был пленен. А его сын Людовик, прозванный впоследствии Заморским, нашел убежище при дворе Этельстана. Герцог Франции Гуго Великий еще в правлении короля Рудольфа имел сношение с двором Этельстана, направлял туда посольство. В результате вот этот Гуго Великий женился еще на одной из дочерей Эдуарда Старшего. В 10 веке между восточно-франкским и западно-франкским королевствами шла борьба за лотарингию, о чем мы говорили много в первом церкви. Лотаринги это были исконные земли франков. И знать этих земель была наиболее лояльна династии Каролингов. Опасаясь, что Этельстан, при дворе которого жил каролингский принц Людовик, поддержит его претензии на лотарингию, новый король Германии Генрих Птицелов. Уже из саксонской династи, которая там, на востоке, пришла на смену каролингам в начале 10 века. Вот этот Генрих Птицелов также входит в сношение с Этельстаном, отправляет к нему в 928 году посольство. В результате еще одна из дочерей Эдуарда Старшего, Эдит, была выдана замуж за сына и наследника Генриха, Аттона. Этот Аттон в будущем станет королем Германии и основателем Священной Римской империи. Впрочем, Эдит к тому времени умерла, а их вот с Аттоном сын Людольф бунтовал против отца и был лишен владения. В 936 году король Рудольф умирает и Этельстан оказывает посильную помощь своему протеже Людольфу в возвращении на континент, получении короны Западно-Франциского королевства. Хотя все же решающее влияние на это оказал герцог Франции Гуго Великий, который мог и сам сесть на трон. И его сын Гуго Капет и сядет впоследствии на трон, как мы знаем. Но в ту пору, тем не менее, Гуго Великий согласился передать корону законному наследнику Людовику, который станет Людовиком IV Заморским. В 939 году, когда между Людовиком, вошедшим на престол, и Аттоном, сменившим отца на престоле Германии, разгорелся ожидаемый конфликт из-за Лотарингии, то Этельстан поддержал Людовика. И это был первый значительный случай в истории, когда Англия вмешивается в дела на континенте. Но, впрочем, в том же 939 году король Этельстан умирает, а его потомки не так активно вмешиваются в европейскую политику. Этельстан, как и его дед, оказывал значительное влияние на государственное строительство. Прежде всего, следует упомянуть о том, что в Хартиях он использовал титул «Король англичан и повелитель всей Британии». Он регулярно собирал королевский совет. Обычно это было в исконных землях Уэссекса. Управление другими частями королевства он получал Олдерменом, лидером местной знати, которые были обязаны приезжать на эти советы. Ну вот, Олдермен – это титул, который примерно соответствует герцогскому. Ну, это условно, конечно, но примерно это можно считать герцогом. Например, на совете в Колчестере 29 марта 1931 года присутствовали по меньшей мере 37 танов или тенов. Ну, вот тут различия бывают, но как бы это примерно тот же титул, что в Штландии станет таном. Хотя вот в Англии он считался как тен. Вот 37 этих тенов. 13 эрлов или Олдерменов. Это более высокие титулы. Из вот этих 13 и 6 было данных. Значит, далее там было 3 аббата и 15 епископов. И архиепископ Контерборийский. Эрлы и Олдермены. О нюансах мы поговорим в другой раз, но как бы это примерно один титул. Кто-то переводит его как граф, а не герцог. Есть разница в нюансах между Эрлом и Олдерменом, но тем не менее общее было то, что они представляли разные регионы страны. Это была высшая знать. И счетных интересов способствовал объединению Англо-Саксонской Британии под эгидой короля Ательстана. В то же время начинается систематическое формирование королевской канцелярии. Хотя следует сказать, что в до-нормандской Англии не было каких-то официальных позиций типа канцлера в королевстве франков. И чиновники выполняли чисто техническую роль, но Стентон указывает, что систематическое ведение дел, оформление документов для совета, выпуск королевских хартий в правлении Ательстана можно считать зарождением публичной службы в Англии. Король также издает немало законов. И он способствовал развитию городов. Поощрял торговлю, стремился ограничить беззаконное использование силы могущественными людьми. Хотя слабость центральной власти не позволяла создать в Англии того времени такой институт, как королевская полиция. Впрочем, мы знаем, что слабость публичной власти, институтов публичной власти, это характерный признак того времени и на континенте, и в королевстве франков. Но что мы видим в Англии? Какой интересный феномен. В принципе, не только в Англии, но в Англии это очень вот тут выпукло проявляется. Этельстан способствовал формированию системы так называемых Peace Guild. Это своего рода органы местного самоуправления. Что они делали? Они собирали налоги, они несли часть общественных расходов, они следили за соблюдением правопорядка в своей общине. То есть, вот эти Peace Guild, они не были органами государственной власти. Это не были люди, назначаемые королем и имевшие полномочия от короля. Это были люди, которые избирались местными общинами. То есть, эти Peace Guild это органы, которые фактически добровольные органы, которые формировались самими людьми на местах. Вот эти органы местного самоуправления. И жители в них вступали добровольно, по своему желанию. И это был одновременно и своего рода клуб, и касса взаимопомощи, и местная муниципальная полиция. Так что вот в начале, в середине 10 века мы наблюдаем зарождение таких вот институтов местного самоуправления в Англии. Вот на этом мы тогда делаем паузу. 939 год, это год смерти короля Ательстана. Мы на нем остановимся. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к моему сообществу на Патрон. Патрон.комкасая. В-А-Л подчеркиваем мне. К-Х-О-К-Х-Л-О-В. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. И до новых встреч. До свидания. Присоединяйтесь к моему сообществу.